Аминь. Не так же, что мы не можем совсем. Мы больше хочем света, не тления в себя, исцеления. Мы должны смотреть на Иисуса, как на медного змея. Наше сердце должно быть наполнено всем этим. Евангелем. Так, чтобы наши уста желали говорить. Чтобы сердце было так наполнено, что уста желали бы говорить. Да, мы сами это не можем. Мы такие люди, как написано в третьей главе, люди последнего времени. И когда дьявол шепчет тебе. Ай, ты сам надменна. Ты ест мантескарий. А, ты ест лилый. Аузправдата. Высокамерна. Ну, там все сказано. И так, дьявол, тебе шепчет? Та тебе я пасека. Та тебе ты должен сказать... Да, я такова, такова, такова родилась, но... Ну, теперь я новое творение во Христе Иисусе. И я изменяюсь. И с этого сосуда из глины я стою со сосудом чести, чтобы Бог меня использовал. И если до этого мои уста приносили гангрену и рак, то сейчас будут приносить жизнь и нетление. Ты не можешь сказать, ой, я не такой, как этот мир. Но ты едешься таким, но ты можешь измениться. Ты можешь сказать нет. И тебе придется своему брату сказать... Откопься. Отступи от меня. Дал бы Бог, чтобы тебе это второе слово не выскочило, тогда он обидится на тебе. И мы тоже слышали эту проповеди от пастора Сергея о том, насколько важна прощение. Какое исцеление приходит только тогда, когда мы прощаем. Потому что мы неправильные, мы не такие совершенные. Ты не можешь спрашивать от другого человека, чтобы он был такой правильный, если ты сам таким не являешься. Есть такие люди, которые перфектные, перфекционисты. Он этим мучает сам себя, и остальных тоже. Но в первую очередь сам себя. Ты являешься таким, какой ты есть, но ты можешь измениться. И это тот день. Есть Божий закон. Но сами мы его выполнить не можем. Так что спасибо Богу за Духа Святого. И хоть бы мы могли бы его услышать, молись. Бог, я желаю услышать Твоего Духа. Он слушан, его можно услышать через Библию, через проповеди. И когда он каждый день с тобой начнет говорить. Это будет очень интересная жизнь. Надо будет делать такое, что ты сразу не поймешь, но, может быть, поймешь позже. Это примерно так же, как у меня с этой поездкой в Ригу. Это вещь, что со мной на дороге уже что-то когда-то не случилось. Это очень связано с тем, что я была послушной и отвезла эту жертву. Это связано с тем, что ты принесешь свою десятину. И это я в тот день тоже сделала. Небеса открыты для тебя. Твои десятинные пожертвования. Это ключи. Это тайна Божия. Открываем Евангелие от Матфея 26 главу. Там есть события о том, что женщина подходит к нему. И вопрос в том, где же это произошло. Сестая памятина говорит, что Езус был в Бетании, в спиталии, в Симе, в нем. В шестом сказано, что когда же Езус был в Вифании, в доме Симона, пока Жонова, это человек тоже был в Бетании, в том, что Езус заходил в такие домы. Вене Симона, приступила к нему женщина. Там была Акмэнстрауцина, который был в Даргу свайдом у Эль. Салавастровым сосудом Мира Драгаценнава. Куда она изглая, в нем из голову, в нем сезет по голову. Возвела ему возлещащему на голову. Увидев это, ученики его вознагодовали и говорили, к чему-то, как тратят. То можно было бы продать эту миру за большую цену и дать нищим. Да, зачем тратят деньги, зачем ехать из Драга, могла бы нищим отдать. Но Езус, уразумев, Сима сказал им, Что смущает женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда имейте. Базлиф Мира, сия на тела моя, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано, Евангелие, сия в целом мире сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Она принесла самая драгоценная, что у нее было. Самая дорогая. И излила над плоти Иисуса. Если мы можем... Ну, что я все предыдущее время говорила. Тогда самое дорогое, что в нас есть, это Дух Святой. Это Евангелие, которое в нас. Если оно в нас. Это более драгоценное, чем какие-то другие вещи, другие речи. Если ты будешь наполнен Евангелем, тогда у тебя не будет много пустых слов. И не будет этого распространения болезни. Она доброе дело сделала для меня. Что такое доброе дело? Излей пар Кресту смесу то, что у тебя самое драгоценное. Излей самое дорогое, что у тебя есть над плоти Иисуса. И тогда ты сам себя приготовишь к этому нетленью. Излей пашу даргаку. Излей самая дорогоценная. Иисус у нас есть Девы даван, и он призывал нас. И эти дары, эти таланты. Он написано в слове, что они в первую очередь даны нам для того, чтобы мы строили Его дом. Потому что подумай, что ты делаешь в своей жизни. Как ты отдаешь этой плоти Иисуса? Потому что плоти Иисуса это является церковь. И тогда, когда кто-то осуждает церкви словами, тогда побоюсь этого делать. Никогда не делай это. Не надо. Это Кресту смесу. Если ты хочешь идти против Христа, тогда да, говори. Но если ты желаешь идти вместе с Ним, чтобы не было в конце жизни. Ой, Господи, мы с тобой то и то делали, изгоняли духов и так, а он отвечает, а я тебя не знаю. Есть вещи, которым мы должны относиться с трепетом. И с этой проповедью я хочу, чтобы ты запомнил. То, что Павел говорит Тимофею. Тимофеям, да. Ты приглашал. Ты призван на проповеде Евангелия. Ты спасен и призван. И Евангелия внутри этот цвет и это жизнь. Он говорит, что это не светлые. И он говорит, что это не светлые. Он призван отказаться от этих пустых, нечестивых речей. Ты можешь это. Ну, ты, может быть, бежи, милая, 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 лабая, ты рунал лидзи. Весьмазь клаус. Может быть, часто, для мира покой, ты просто говоришь вместе с теми людьми, которые так говорят или просто выслушиваешь это. Ты не желаешь конфронтации с другим человеком. И тогда, когда ты слушаешь эти пустые разговоры с клеветом, тогда, в принципе, получается, что ты позволяешь, чтобы эта вся атмосфера, она воздействовала на тебя. Но ты можешь сказать нет. 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 И запомни этот семнадцатый стих, который сказан был. Я насчет этого рака никогда в таком формате еще не читала. И это меня ашаломило этим утром. И я поняла, что я обязательно должна это сказать. Отказываемся. 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 Нет. Смотри на себя, не суди другого, что он делает или говорит. Мы иногда так озабочены другими людьми, что на себя не смотрим. Это, 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 это. А как со мной? Как со мной? Может быть, когда ты попробуй записать куда-то, как ты сам говоришь? Мы можем это хорошо увидеть у маленьких детей, потому что они повторяют нас. Повторяют интонации. Гримасы. То, что когда мы в гневе, мы даже не замечаем, что мы это делаем. И нам даже не кажется, что мы так себя ведем. Но сегодня день перемен. Сегодня новое творение во Христе Иисусе опять поднимается для новой жизни. Мы живем для завтрашнего дня. Мы должны думать о завтрашнем дне. Господи, мы тебя просим, во имя Иисуса. Прости нам наши пустые разговоры. Прости нам то, что мы слишком мало проповедуем. И поэтому на этом свете мало жизни и мало нетленья. Мало победонных смертей. Мы просим тебя, прости. Прости, что мы эти особые сосуды, которые должны спасти эту землю, но мы мало это делаем. Прости, что мы свои таланты, свои дары, свою мудрость. Мы используем только для того, чтобы получить деньги. Бог, мы сегодня желаем измениться, и мы принимаем это решение. Мы сожалеем это и принимаем решение искать у тебя эту мудрость. Святой, приходи к нам, говори. Астанови нашу пустую болтовню. Чтобы возросла в нас эта боязнь. Чтобы наши сосуды не были для чести. Чтобы ты мог использовать нас для добрых дел. Чтобы ты вместе с нами все же мог изменять эту землю. Чтобы из нас исходил мир, который этот мир не может дать. Чтобы из нас исходило исцеление. Не весь гангрена и рак. Мы просим тебя прости нас. И мы благодарим тебя, что ты нам дал Духа Святого. Этого духа, который не является духом боязни. Мы благодарим тебя, Господь. Ты нам дал твердый дух. Ты нам дал победу. Мы благодарим тебя, Господи. Что ты нам дал Духа силы, любви и целомудрия. Мы благодарим тебя сегодня. И мы приходим сегодня перед собой. И мы просим прости, что мы своими речами многих как-то сделали больно. Что может быть в кого-то посеяли непокой. Что может быть в кого-то посеяли непокой. Прости, что какими-то делами мы сделали больно. И сегодня мы идем перед тобой и говорим, Господи, мы прощаем тем, кто обижал нас, кто делали нам больно. Может быть они не поняли, что они делали. Мы не знаем, каковы были их мотивы, почему они так делали. Мы не идеальны и мы им прощаем. И Господь прости нас. Мы желаем быть частью твоего Евангелия. Мы желаем не потерять этот хлеб жизни. Мы желаем быть в тебе. И чтобы ты был в нас. Чтобы ты был тот, кто ведет нас по этой жизни. Мы не желаем потерять этот путь жизни. Мы благодарим тебя, что ты позволяешь нам измениться каждый день. Что ты помогаешь нам. Что ты утешаешь нас. Что твоя сила сходит на нас. Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, всемогущий Бог. Мы благодарим тебя, Иисус. Чтобы тебя было больше в нас. У нас самих стало меньше. Господь, мы меняемся. Господь, мы меняемся. И мы принимаем этот трепет перед тобой. Господь, мы меняемся. Мы возрастаем. Мы благодарим тебя, Господь, за это слово. Мы благодарим тебя, что ты открываешь свои секреты перед нами. Что мы можем быть хранителями твоих тайн. Мы благодарим тебя, Господь. Мы прославляем тебя. Во имя Иисуса. Аминь. И сегодня у нас приготовлена вечеря. Но перед тем, как мы подойдем к нему, прикоснемся. Мы каждый положим свою жертву. Я хочу сказать тебе. Я хочу сказать тебе. Я еще раз это слово этой женщине. Мы часто думаем, да, я мог бы помочь много нищим. Но, как Иисус говорит, всегда нищие будут среди вас. Но, по Иисусу, что это происходит? По Иисусу, что это происходит? По Иисусу, что это происходит? По Иисусу, это самая дорога, что тебе есть. И это тоже доброе дело. Подумай, как у тебя с этим. Подумай, как у тебя с этим. Чтобы в этот момент, когда ты возьмешь свою жертву, чтобы у тебя был этот разговор с Духом Святым. Потому что у тебя есть такие вещи в жизни, которые ты можешь сейчас открыть или закрыть. Все связано с твоей верой и твоими отношениями с самым Христом. Без веры ничего не надо делать. Потому что это грех. Потому что тогда ты неправдив. Ты будешь делать что-то ради других. Но ты должен делать, потому что ты веришь ему. Аминь. Аминь. Наскарь свою дорогу. Бери свой дорогой сосуд. И тогда Оскарь поведет нас. Вечерия. 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 Бери свой дорогой сосуд. Там. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мы призываем кровь Иисуса, чтобы дьявол не мог уже работать в ее жизни во имя Иисуса Христа, чтобы падают все ограды дьявола. Все то, что дьявол желал для ее жизни, чтобы это все пропало. Слава Тебе, Господь. Аминь. Аллелуя. Слава Деву. Слава Богу. Аллелуя. И я желаю прочитать то, что в послании Коринфянам написано. То, что уже пастыр говорила. И Павел тоже говорит здесь. Это 11 глава. Это то, что было перед этим святым вечером. И здесь он говорит. 11 глава, 17 стих. И первое, я слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. И в 20-м. Далее вы собираетесь так, что это не значит, вкушать вечеря Господню. Ибо всякие поспешают прежде других ест свою пищу. Так, что иной бывают голоди, а иной упиваются. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? И, если вы не обманываете церкви Божией, и унижаете неимущих. Что сказать вам? Похвалите ли вас за это? Не похвалю. И далее он говорит, в 23-м. Ибо я от самого Господа принял то, и что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и вас благодарив переломил и сказал, примите, едите сие есть тело моё, за вас ломимое, сие творите моё воспоминание. Так же и чашу после вечеря и сказал, чашу есть новый завет в моей крови. То дарите, как вы это делаете, мне поминали. Церковь вы едите, когда вы едите хлеба, и пейте чашу сию смерть Господню, вы решаете, до кои он придет. Так, когда мы принимаем это святое вечеря, он говорит, скажи в своей жизни, что ты свободен, откройся, потому что тогда, когда мы принимаем это вечеря, Бог делает нас свободными. Он говорит, что это не так, как мы снимаем в нашей жизни, мы снимаем это вечер, который мы снимаем это вечер, мы снимаем это вечер, который мы снимаем это. И не эти идеальные сосуды. Но Бог говорит, иди передо мной. Отдай это мне, сломи это в своей жизни. Чтобы эта жертва была важной в твоей жизни. Когда ты нанешь в ней прежде, ты прежде, как мая, ты лауешь, ты ареи садрумс. Чтобы так же, как этот хлеб ломается, так же, и чтобы эти вещи в твоей жизни, они сломались, отдай это в Божьи руки. И делайте это, меня вспоминай, Бог это тот, кто может тебя освободить. Халлилуйя Тебе. Мы можем сейчас встать. И дальше, 27. Та, ну, как нецениг, эйчо, маизи, дзерта, кунга, битьери. Пасиму, кто будет ест хлеб сей и пить чашу господню, нетастойно. Тас бут ненозридзигс при тагу, кунга, месу, насиней. Виновен будет против тела и крови господней. Бет, лаи циллэкс пат себе паарбавд. Да, изпитывая от жисти бе человека. И, таким образом, пусть ест хлеба сей и пьет из чашу сей. Мус, видос, шей бривай, гребешек паарбавд саву сирку. Потому что Бог нам дал эту свободную волю, и мы должны проверить свои сердца. И, да, изпитывая от жисти бе человека. И, двадцать девятом. И, да, кто ест и пьет недостоинно, тот ест и пьет осуждение себе. И это получается для нас сами, как осуждение. Если мы не ценим эту кровь, то, что Иисус умер за нас. Это делается хуже нам самим, а не к соседям или кому-то другому. Но это будет для нас самих. Если мы будем недостоинно это делать и не будем ценить то, что Иисус умер за нас. Что Он отдал свою плоть. Что Он дал, излил свою кровь за нас. И далее за запятой. Не разуждал о теле Господнем. Это для нас самих идет возложение. Тогда, когда ты приходишь к этому вечеру, чтобы это было что-то святое для тебя. Чтобы ты пришел сюда с трепетом, что это что-то святое для тебя, чтобы ты сам сломил себя перед ним. И ты думал об этом, чтобы это уже не возобновилось в твоей жизни. И ты можешь молить Бога, чтобы эти оковы, эти цепи были сломлены. Аллилуйя, Тебе! Отец, мы благодарим Тебя. Мы преклоняем свои колени перед Тебой. Ты видишь нашу сердца? Пизкарь стебе. Артируйся му-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-нуPS- стало. Цитая-нула-ну-ну-ну-ну-ну-ну-hargiant-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дари му-ruk safest, как-то-ну сломаться, как-то... Когда мы удивители терри, такс. Green吧. Отчасти всю грязь нашим сердцем, все то, что приходит к нам из мира, все похоти, все то, что твои слова не дают местам наше сердце. Дал bar bar, unser андрой, все то, что мы поднимаем все то, что мы tiny viver, рискования наше сердце. Но чтобы у нас были живые отношения от Тебой. Аллилуйя, аллилуйя, Теба, мы нанимаем Тава премьер, Езу Теба. Лайс соброги, Крису, к Тебе. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе. Аллилуйя, Тебе. Аллилуйя, Тебе. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя, Тебе. Аллилуйя, Тебе. Возвращайтесь на свои места. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Тебе. Си дадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok